Водное поле Еще у нас пока слабая плавательная подготовка у многих детей. Кто ходит, того видно сразу, что он плавает у нас. А так, ну, чем-то заняты другим пока дети. Хотел обратиться к родителям, чтобы занялись платную со своими детьми, особенно в плане воспитания физического. Первыми игру провели школьники из Подьячево и Яхромской школы номер два. Представители Яхрома играли более уверенно, Но команда Подьячева старалась изо всех сил и даже забила один гол. Со счетом 5-1 победу одержала школа номер 2. Далее встретились команды Яхромских школ номер 1 и 3. Первая школа оказалась сильнее и разгромила соперников сухую 6-0. В финале за третье место состязались коллективы из Подьячевой школы номер 3. В упорнейшей борьбе со счетом 2-1 победила сельская школа. Это для нас огромный успех. Водное поло мы первый раз принимаем участие в таком замечательном бассейне. Хорошая очень организация. Большое спасибо администрации ФОКа Яхрома за то, что они проводят такие замечательные соревнования для школьников. Да, конечно, очень рады. Ни разу не занимались. Вообще не представляли, что это. Вторая и первая Яхромские школы разыграли мяч в борьбе за первое место. Сильнейшими в этом поединке стали учащиеся школы номер 1. Обыгравшие соперников со счетом 2-1. Команда второй школы заняла почетное второе место. Ребята довольны. Конечно, мастерство растет. Опять же, благодаря тому, что мы два раза в неделю регулярно ходим в бассейн. Нам выделяются дорожки, время. Ну и, соответственно, ребята также берут мяч, тренируются, играют. Поэтому, в принципе, довольны. Да, я принимаю первый раз в таких спортивных играх к участию. Ну да, это очень понравилось сильно. Ощущение моря. Как в воде? Тяжело плавать? Ну да, в принципе, тяжело. Даже бывает, когда соперники толкают себя, как-то вот даже не по себе. Команде победительницы был вручен кубок. Через несколько дней сборные команды школ вновь проверят свои силы. 16 декабря состоится полоса препятствий, которая завершит чемпионат по нетрадиционным игровым видам спорта среди школ городского поселения Яхрама. Вообще, каждый год наши сотрудники, мы стараемся привносить в нашу работу что-то новое. И на данный момент ведется очень плодотворное сотрудничество со школами городского поселения Яхрама. И вот проводится такой чемпионат по нетрадиционным игровым видам спорта. У нас он начался в сентябре, и каждый месяц мы проводим по два соревнования. Ранее уже состоялись игры по городочному спорту, пляжному волейболу, стритболу и гандболу, которые выявили лидеров спортивной коллективы первой и третьей школы. Совсем скоро определится обладатель главного трофея чемпионата. Редактор субтитров А.Семкин